Цена непокорности Соборное послание святого апостола Иуды, 1 глава, с 11 по 16 стих. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрад тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Сея идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, а они оказывают лицеприятие для корысти». Размышления, часть первая. Теряя себя. Соборное послание святого апостола Иуды, 1 глава, 11-12 стихи. Враг стратегически ставит свои ловушки. Как мы видим в послании Иуды, этими ловушками могут быть люди, которые уже заблуждаются. Иуда предостерегает церковь относительно планов врага украсть у нас нашу истинную сущность. В стихе 11 говорится, что потерянные люди предали себя идолам. «Лжец вкрадывается тайно, и его ложь приводит к тому, что мы осознанно оставляем то, какими Бог сотворил нас быть. Как Каин, мы начинаем сомневаться, принимает ли нас Бог. Как Валаам, мы сомневаемся в Божьей любви к нам. Как Корей, мы не доверяем Его слову. Когда же эти семена сомнений незаметно посеяны, мы начинаем замечать, как в нас растет бунт, который крадет у нас нашу истинную сущность. Попросите Духа Святого показать вам семена бунта, посеянные в вашем сердце, властью Иисуса Христа, искорените их и бегите от ловушек, расставленных на вас». Размышления, часть 2. Теряя свою цель. Соборное послание Святого Апостола Иуды, 1 глава, с 12 по 16 стих. Независимо от жизненных обстоятельств, Божий план состоит в том, чтобы искупить, восстановить и дать нам новую цель в Царстве Божьем. Враг знает все о том мощном влиянии, которое оказывают искупленные Божьи. Ему недостаточно уничтожить нас, он хочет украсть у нас цель Царства Божьего. Этот отрывок описывает людей, которые живут в противоречии с их целью. Пастыри кормят себя, а не паству, а в облаках нет воды, чтобы утолить жажду. Исайя, 61 глава, напоминает нам, что желание Бога искупить наши страдания и преобразовать нас в здоровое, радующееся насаждение Господа. Помня о славе Божьей, Иуда предостерегает нас от тех людей в Церкви, которые потеряли свою цель. Помните, что ваше нахождение в Церкви еще не делает вас ее частью. Прежде чем искать убежище, ищите Божьих знамений об искуплении, чтобы определить истинную Церковь. Молитва. Дух Святой, пожалуйста, открой мне, «Кто я? Веди меня Твоими путями и помоги мне идти прямо, чтобы я мог показывать, кто ты есть тем, кто потерян и сломлен. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...